В Гродно продолжается ремонт и замена дорожного покрытия. Всего несколько дней назад для движения была закрыта одна из самых востребованных улиц Дзержинского. Работы на этом участке начались чуть больше недели назад. Специалисты сначала подготавливали дорожное полотно, а уже 29 июня приступили непосредственно к укладке асфальта. При выполнении всех планов и нормативов движение транспорта здесь возобновится к вечеру 3 июля. К слову, это далеко не единственный участок дороги, который в эти дни ремонтируют. Несмотря на жаркую погоду, ускоренными темпами работы ведутся на улицах Парижской коммуны, Втором переулке Дзержинского, Белыхроссах и Социалистической. Параллельно на замене асфальтобетонного покрытия на основных объектах уличной дорожной сети в городе также проводится и ямочный ремонт. Кроме того, согласно графику по запланированным объемам благоустройства объектов капитального строительства на 2021 год, разработанного совместно с Гродной Энерго в ближайшее время, после окончания работ по ремонту и подготовке соответствующих тепловых инженерных сетей к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, Ремсу и Автодор планируют проводить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по улице Павловского, Чайкина, Врублевского, Ленина, Василька, Телеграфной, Горновых, Поповича, Лиможа и другим. Проводимые работы так или иначе приносят горожанам некоторые неудобства. В первую очередь, это изменение движения транспорта. Однако, надо сказать, гродницы к таким мерам относятся с пониманием. Все же речь идет о качестве дорожного полотна в городе. Надо сказать, самые масштабные работы по ремонту дорог проводились в городе в минувшем году. В Гродно за тот период были отремонтированы такие улицы, как Василька, Лермонтово в районе Калужского парка, Ленина, Большая Троицкая, Кирова, Карла Маркса и развязка Буденова, а также проспект Купалы и Космонавтов.